Кто и за что отрезал ухо армянскому герою Андранику Азаняну? История геноцида, который совершили армянские Дашнаки во главе с Андраником в начале 20 века, основательно изучена отечественными учеными-историками и в должной степени преподнесена на суд мировой общественности. Основанная на архивных материалах ниже представленная статья обнажает глубину трагедии азербайджанского населения, которая подверглась жестокому насилию со стороны бандитских отрядов Андраника. Примечательно, что официальная справка по этому поводу была подготовлена в 70-е годы 20 века в так называемый период развитого социализма и братства между азербайджанским и армянским народами. Так, по поручению высшего руководства республики, ныне покойный профессор Джамо Гаджинский, сын видного деятеля Азербайджанской демократической республики, министра государственного контроля в первом, почте телеграфа, в третьем и четвертом правительствах Азербайджанской демократической республики Джамо Бека Гаджинского подготовил служебную записку в ЦК КП Азербайджана о кровавых бесчинствах бандформирований Андраника в Азербайджане. Необходимость в этом была вызвана участившимися уже в те годы публикациями в армянской печати об Андранике и его банде, в которых последние представлялись как национальные герои, боровшиеся с турками и азербайджанцами во имя торжества советской власти. Активный член буржуазно-националистической партии Дашнакцутюн, генерал-майор царской армии Андраник Азанян, получил широкую известность как организатор вооруженных отрядов, сформированных из буржуазно-националистических элементов и отчасти обманутых им представителей различных слоев армянского населения на Кавказе. Прославился своей крайней жестокостью карателя, особенно против мусульманского населения края. Родился Андраник Торосович Азанян в феврале 1865 года в городе Шапенгарансар в семье ремесленника. Во время Первой Балканской войны 1912-1913 годов он в составе болгарской армии во главе добровольческого отряда участвовал в сражениях против турецких войск. В начале Первой мировой войны партия Дашнакцутюн, в надежде использовать сложившуюся ситуацию для разрешения национального вопроса, по согласию главнокомандующего Кавказской армии, приступила к формированию добровольческих дружин для борьбы с Турцией. В этих целях из Болгарии в Россию прибыл Андраник. Представившись лично наместнику на Кавказе и заручившись его поддержкой, он стал во главе добровольческих отрядов. Вот что пишет по этому поводу азербайджанский писатель Арду Бади в романе «Тибрис туманный». В 1915 году Андраник Паша, прославившийся своими жестокостями, направил в Тибрис верных людей. Уже несколько дней они вербовали среди местных армян-добровольцев в его отряды. Предательство замышлялось под знаком выполнения проармянской беднотой своего священного долга. Многие попали на удочку дашнаков и записались в отряды. Арду Бади пишет о том, как мелкое купечество и беднота противились против наборов отряды Андраника. Они понимали, что такая политика может пагубно отразиться на судьбах армянского населения Тибриза. Однако при всем этом были лишены возможности открыто выступить против происходящего. По городу патрулировали вооруженные дашнаки, угрожая смертью каждому недовольному. Во многих армянских семьях обращение Андраник Паши было воспринято как предвести несчастья. Несмотря на открытое недовольство народа, дашнаки продолжали вооружать отъявленных головорезов, которые под страхом смерти силой сгоняли добровольцев в отряд Андраника. Пользуясь сложившейся ситуацией, армянские националисты, возглавляемые партией Дашнак Цутюн, развернули широкую антимусульманскую националистическую пропаганду на всем Кавказе. Выдвигая широковещательную программу освобождения армянского народа от турецкого ига и создания Великой Армении, заигрывая социалистической фразеологией, дашнаки тем самым стремились привлечь на свою сторону массы трудящихся. Между тем, антинародная авантюристическая политика дашнаков усугубила положение турецких армян, вызвав соответствующую реакцию местных властей. В связи с этим последовало суровое осуждение закавказских дашнаков турецкими армянами, которые винили дашнаков в гибели своих братьев и требовали, чтобы партия Дашнак Цутюн занялась своим делом и не вмешивалась в дела турецких армян, так как авантюристская деятельность закавказских армян не только не принесла свободу Армении, но и привела к гибели турецких армян. Преступной политики, проводившейся дашнакцаканами, послушным и ревностным исполнителем их планов, выступал Андраний Казанян. Последнее время, говорится в справке, в армянской литературе и прессе все чаще стали появляться заметки об Андранике, в которых в частности сообщается, что он якобы в 1907 году отрекся от партии Дашнак Цутюн, членом которой считался только лишь на основании заявления дашнакских газет. Тем самым делается неуклюжая попытка оградить Андраника от принадлежности к этой антинародной партии и от той ответственности, которую он несет перед историей и армянским народом. Между тем, сам Андраник в письме в газету Айастан писал о выходе из этой партии в октябре 1917 года. К тому же, непонятно, по какой причине он вышел из партии. Его заявление, в котором говорится о том, что не касаясь причин, объявляю товарищем Дашнак Цутюном, что я ухожу из рядов партии Дашнак Цутюн, весьма туманная и расплывчатая. Если даже Андраник официально в 1917 году и вышел из партии Дашнаков, то как расценить сообщение армянской газеты, издающейся в Тифлисе, о том, что генерал Андраник представлял Дашнакское правительство за границей в 1920 году. Не оставляет сомнения, что Андраник оставался верным проводником преступной политики Дашнак Цаканов, что подтверждается всей его последующей деятельностью. В сохранившихся документах и материалах имеются сведения о том, как в свое время Андраник заявил о своем подчинении центральному российскому правительству, в распоряжение которого он готов был перейти вместе со своим вооруженным отрядом. Однако это заявление, по всей вероятности, следует рассматривать как тактический ход, маневр, рассчитанный на попытку отвлечь внимание от своих истинных намерений, с тем, чтобы беспрепятственно продолжать злодеяние. Подлинное лицо Андранико проявилось летом 1918 года, когда он, воспользовавшись критической ситуацией в Баку, пересек со своим отрядом границу Генджинской губернии и вторгся в Зангизурский магал. В результате хозяйничания его банд, многие села уезда были разграблены и преданы огню, а жители истреблены или изгнаны с родных мест. В начале июля 1918 года, отряд Андранико, направляясь на Джульфу для соединения с англичанами, появился в Аразском ущелье, громя и уничтожая на своем пути азербайджанские села под предлогом борьбы с турками. В сентябре 1918 года отряды Андранико уничтожили в Зангизуре села Руд, Дарабас, Абаду, Багуду, сожгли Арахлы, Шукюр, Меликли, Пулкянт, Шаки, Газылджак, азербайджанские части сел Гаракелся, Ирлик, Пахлулу, Кюргляр, Катанан, Сесиан и Забазадур. При этом было убито 500 мужчин, женщин и детей. Как сообщалось в печати, в конце сентября 1918 года банды Андранико начали поголовное избиение азербайджанского населения первого участка Зангизурского уезда, полностью разгромив Гордгис, Достагирт и другие села. Архивные документы свидетельствуют об ужасном положении, в котором оказались жители, особенно азербайджанских сел в результате разбойничьих действий банд Андранико. Многие женщины и дети, оставшись без крова, бродили по дорогам уезда. Жуткая картина массового истребления беззащитного мирного населения имела место и на другие участках Зангизурского уезда, что особенно сильно проявилось в первой половине ноября 1918 года. Газета «Азербайджан» по полученной из Зангизура Телеграме сообщала, что отряды Андранико в 15 верстах от Ардубада разгромили более 10 азербайджанских сел Келит, Легвас, Нижний Вартаназур, Верхний Вартаназур, Тёй, Кугакар, Тагомир и другие. Осадили села Алидара, Тугут, Марзинг, Нювидии, Эрназур. Население в панике, говорилось в Телеграме, пытается бежать в Персию. Много женщин и детей погибло в Аразе. Такая же участь ожидает на днях беззащитных мусульман Зангизурского уезда и Ордубада. Отряд Андранико бесповоротно решил истребить мусульман, находящихся вне всякой защиты. Автор Телеграмы просил принять экстренные меры по защите мирного населения и созданию социальной комиссии для подтверждения зверств, чинимых бандами Андранико. Численность отрядов Андранико, расквартированных в Зангизуре, достигла в конце года 12 тысяч с 1600 всадниками, пригорных и полевых орудиях. В его войсках приютилось большое число освобожденных им в Иране белоказачьих офицеров. В ноябре 1918 года банды Андранико проникли на территорию Генджинского уезда. Телеграммы Генджинского губернатора от 8 и 13 декабря 1918 года в Баку на имя Министра внутренних дел правительства Азербайджанской Демократической Республики содержат сведения о фактах нападения дашнакских отрядов Андранико на азербайджанское население в Дживанширском, Джабраильском, Зангизурском и Шушинском уездах, сопровождавшихся грабежами и убийствами мирных жителей. Только в Зангизурском уезде было уничтожено более 30 азербайджанских сел. Зангизурский военачальник, сообщая в телеграмме о зверствах отрядов Андранико, отмечал, что тот преследует цель очистить Зангизурский уезд от мусульманского населения и сделать его составной частью Араратской Республики, обезопасив таким образом пути продвижения своих отрядов и захватить Шушу. В сообщении также говорилось о том, что в более чем в 50 мусульманских селах население полностью вырезано, а села сожжены дотла. Газета «Русская мысль» в статье «Ужасы Карабаха» весной 1919 года сообщала, что результатом захвата отрядами Андранико-Зангизурского уезда явилось разрушение 119 мусульманских сел и появление более 50 тысяч беженцев. В результате карательных операций Андранико страдало не только азербайджанское, но и армянское население, о чем свидетельствует сообщение газеты «Наш путь». Газета писала, что очищая от тюркского населения обширную территорию уезда в Карабахской провинции и оправдывая себя всеми правдами и неправдами, тот великий в кавычках завоеватель наживает лишь проклятие как своих, так и чужих, ибо доводилось нам слышать вопли и стоны не только выдворенных из своих очагов азербайджанских тюрков, но более того, мы слышали мольбы самого местного армянства о том, чтобы, наконец, любая власть удалила бы оттуда славного генерала. О недоброжелательном отношении местного армянского населения к отрядам Андранико свидетельствует его же письмо, опубликованное в газете «Наше время». Андраник писал, что, вступив со своим отрядом в Абракунис, я обнаружил полную беспомощность местных организаций и недоброжелательство местного армянского населения. За полным отсутствием продовольствия я принужден был идти в Герус, надеялся на местную помощь. Но не найдя там помощи, а также ввиду продовольственных затруднений, я объявил солдатам, что они свободны, а желающие могут уйти. Несмотря на попытки представителей Араратского правительства, снять с себя ответственность за деяние Андраника, дескать, не состоящего у него на службе, почести, оказанные ему в Ачмядине по распоряжению из Еревана, свидетельствуют о том, что он фанатично выполнял волю дашнакского правительства. Особо обращает на себя внимание связь, которую поддерживал Андраник с представителями иностранных миссий, направленных на Кавказ с державами Антанты. О наличии этих связей говорил член закавказского сейма в Тифлисе, 7 марта 1918 года. В своем выступлении он зачитал телеграмму Андраника в адрес английской миссии и консульства США в Закавказье, опубликованную в газете Республика 5 марта 1918 года. В ней, в частности, говорилось, ввиду того, что я очутился среди изменников и предателей, прошу освободить меня от обязанностей начальника отдела. Из телеграммы следует, что Андраника и его отряд опекала англо-американская миссия на Кавказе. Андраник пытался пробиться к Урмии, чтобы соединиться с отрядами английской экспедиции Денстервилля. Но этому помешали турецкие войска, занявшие Урмию и Тибрис раньше Денстервилля. Одноухий генерал поддерживал связь и с царским генералом Деникиным, который одновременно сражался с большевиками и угрожал независимости Азербайджанской Демократической Республики. В конфиденциальном сообщении министру иностранных дел армянского правительства, в частности, говорится, что прибывший от Андраника и Саулборд заболел сыпным тифом и отвоз пакета от генерала Деникина генералу Андранику задержался. Это доказывало существование военно-политического союза между Дашнаками и Деникиным. Под предлогом ограждения азербайджанских сел от разгрома со стороны Дашнакских банд, в декабре 1918 года, командующий войсками английских интервентов в Баку, генерал Томпсон направил в Шушу и Гарус своих представителей. В самом же деле, они поддерживали действия Андраника и его банд в их кровавых злодеяниях в отношении мирного населения. Зангизурский агроном Султанов докладывал в январе 1919 года генджинскому губернатору о том, что представитель английской миссии майор Гебон решил передать 4 пятых территории Зангизурского уезда в ведение Андраника. Несколько ранее, 26 декабря 1918 года, Гебон заявил о том, что он лично просил Андраника оставаться в Гарусе и сообщил о своем решении генералу Томпсону. При попустительстве англо-французской миссии на Кавказе, потребовавшей отвода азербайджанских отрядов самообороны из районов, населенных азербайджанцами, Андраник не только подвергал разгрому азербайджанские села, но и жестоко расправлялся с армянским населением, уклонявшимся от помощи его отрядам, от участия в убийствах и грабежах. Он широко практиковал смертную казнь через повешение. Разгром азербайджанских сел продолжался в течение декабря 1918 года, начало января 1919 года. Англо-французская миссия никаких мер по охране азербайджанского населения не предпринимала. Так, были разгромлены села Кулешлу, Аджилу, Аргазу, Аксарду. После продолжительной осады сдались Дашнакским бандам жители Шигарджих, Агачичегус, Ахчи. Отряды Андраника осадили села Киратах, Маладу, Гаху, Габаги, Габарлу, Кичи, Башбаши, Махмудлу, Кейдаших, Гачету, Гурузат, Гайчан, Кире, Аджибаджи, угрожая полным истреблением всех жителей. Зангизурский уездный начальник докладывал в эти дни в Баку о том, что зверское истребление мусульман в присутствии миссии великих держав проходит безнаказанно. О сговоре Андраника с англичанами и покровительстве ему последними во всех его кроводеяниях свидетельствует заявление азербайджанского населения Ереванской губернии, которая, жалуясь на насильственное выселение, сомневалась в поддержке представителя английского командования, сопровождавшего Андраника. Кровавый террор в отношении мирных жителей азербайджанских сел не прекращался. Головорезы насиловали женщин, издевались над трупами убитых азербайджанцев, угоняли скот, грабили имущество. 23 февраля 1919 года отряд во главе с Андраником выступил из Геруса в сторону села Дых. Одновременно четыре сотни бандитов прибыли из села Акарак. Выступление Андраника в шушинском и аразском направлениях через Акарак, как бы в обхват азербайджанского населения Зангизура, подтверждало цели Андраника о захвате всей горной территории Джабраильского и Генжинского уездов до Асурана, а Зангизурского целиком до моста Худаферин. Только в начале марта, по соглашению с британской миссией, отряд Андраника покинул пределы Азербайджана. Спустя месяц Андраник, распустив свою дружину и сдав оружие в Ачмядзине Каталикосу, перебрался за границу. Побывав в ряде европейских государств, он обосновался в США, штат Калифорния, где скончался 31 августа 1927 года. Кроводеяние Андраника, особенно в последние годы его ревностные службы партии Дашнакцутюн в Закавказье, получили, как это ни странно, восторженную оценку некоторых историков, что не может не вызвать серьезных возражений, говорится в справке в ЦК КП Азербайджана. Вызывает недоумение стремление представить Андраника народным героем, вождем освободительной борьбы армянского народа, что никак не вяжется с истинной оценкой тех событий, которые развернулись в Закавказье. Ни в одной из хвалебных в адрес Андраника статей мы не находим материалов, из которых можно было бы судить о положительном отношении к этому борцу за народное счастье. И это вполне естественно. Ибо представить человека, руки которого запачканы кровью в качестве народного героя, могла лишь только антинародная националистическая партия Дашнакцутюн. За измену военной присяге Турецкой республики Андраник был подвергнут наказанию, ему отрезали ухо. За это его прозвали Одноухим генералом. Во время боя близ села Зыбых, что в Зангизуре, Андраник и его отряд попали в окружение ополченцев, возглавляемых Султан Беком, и сдались в плен. Армянских головорезов ждала неминуемая смерть. Андраник Одноухий, пав на колени перед Султан Беком, со слезами на глазах умолял его о пощаде. В ответ Султан Бек предложил ему выбрать смерть, достойную мужчины. Но если он не считает себя таковым, то на глазах плененных армянских бандитов должен проползти на коленях между его ног. Спасая шкуру, Андраник выбрал второе, и на глазах у всех прополз на четвереньках между сапог Султан Бека. И тогда Бек, с отвращением плюнув в него, сказал, отпустите этого пса. Не стоит пачкать руки об такого гада.